Добрый вечер всем, кто не спит, это Вести Плюс со своим взглядом на события четверга. Мы начинаем с главного события, с ситуации в Белграде. Общенациональный митинг против аннексии Косова вылился в массовые беспорядки. В течение дня митинг, начавшийся в центре города, был мирным, и наблюдатели гадали, чем это закончится, за упокойной молитвой или все-таки каким-то действием, активным протестом. По разным данным в центре Белграда у собора Святого Саввы, это самый большой по размерам православный храм в мире сегодня, собралось от 1 до 2 миллионов человек. Но вот кадры последних нескольких часов. Часть демонстрантов, в основном это молодые люди, отправилась штурмовать посольство стран, признавших независимость Косова. Мы сейчас пытаемся установить связь с нашим корреспондентом в Белграде Дмитрием Мельниковым. Но пока мы это делаем, мы хотим дать вам возможность посмотреть, как развивались события в Белграде всего лишь несколько часов назад. Вы видите, как группы из несколько сотен молодых людей штурмуют иностранные посольства. Здесь не нужно дополнительных уточнений. Главным пострадавшим этой ночью оказалось посольство Соединенных Штатов. Оно было забросано бутылками с зажигательной смесью, выбиты двери и окна. Ничего не известно о человеческих жертвах. Известно, что по крайней мере 84 пострадавших на эту минуту уже есть с обеих сторон. И вот мы установили связь с нашим корреспондентом в Белграде Дмитрием Мельниковым. Дмитрий, приветствую вас. Легко угадать, как я уже сказал, какое посольство стало главной мишенью. Но все-таки, как развивались события до этого? Что происходит в Белграде в эти минуты? Вы знаете, сейчас, в принципе, полиции удалось уже усмирить толпу. Учленение своей страны, но все обернулось беспорядками. Разгромлено американское посольство и посольство нескольких других государств. Пострадали как минимум 84 человека. Это не окончательная цифра. Что все это такое? Короткая вспышка гнева на фоне общей бездеятельной скорби? Или все-таки начало каких-то системных изменений в сербском обществе, в сербской власти? Мы скоро узнаем. Только сегодня, только этим вечером сербы осознали, что происходящее не просто телевизионные новости. Это реальность. Это происходит с ними и сейчас. И это сделали они сами. Сегодня жители Белграда наверняка вспомнили другие митинги. Вспомнили сами себя, как бесновалась толпа, свергавшая старика Милошевича. Те же самые, между прочим, футбольные фанаты. Как обалдевшая от либеральных обещаний страна, плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джинджича, человека, развалившего легендарную сербскую армию и спецслужбы, продававшего в Гаагу героев сербского сопротивления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это заслуженную пулю. Это Сербия голосовала за нынешнего президента Тадича, который в день национальной скорби не нашел дело важнее, чем поездка в Румынию. В конце концов, можно придумать тысячу логичных геополитических оправданий без действия. Но на самом деле все очень просто. Вариант А. Ты сопротивляешься. Вариант Б. Ты подчиняешься, молчишь и смиряешься. И это касается не только Сербии. Интересная новость в этом контексте. Бывший главком НАТО в Европе Уэсли Кларк обвинил в происходящих сейчас в Белграде событиях власти Сербии. И вот ведь какой поворот России. В интервью американскому телеканалу MSNBC основной отставной генерал, который в 99-м командовал натовскими бомбардировками Югославии, и даже в один момент отдал приказ стрелять по русским десантникам в Приштине, заявил, что Москва и Белград своими жесткими заявлениями настроили своих граждан против независимости Косова. Уж Кларк-то точно знает. Но надо помнить, именно такие люди, как он, это ближайшее окружение кандидатов президента США Хилари Клинтон. Сопротивляется тот, у кого больше нет никакого выбора. У косовских сербов этого выбора нет.